Вот эта комнатка. Я бы жила бы в ней, конечно, если бы получилось все нормально, но, увы, не получилось, потому что она самолония. И теперь я хожу без, осталась у нее без крыши над головой. Без крыши над головой из своих денег осталась любовь Аладко. Два года назад она решила переехать поближе к родственникам и продала свою квартиру в центре города. Риэлторы предложили пенсионерке отличный вариант. Квартирку в строящемся доме по улице Широкая, 16. На тот момент в здание уже шли отделочные работы. Женщина согласилась и отдала за свои будущие 40 квадратов больше 2 миллионов рублей. Через два месяца ожидание прервало треожное сообщение от застройщика. Приходите, будем, есть новости. Вот эти новости такие, что прошел якобы, не якобы, а прошел суд. Мы-то не знали об этом, что он судится, администрация на него подала в суд. И все было решение суда, сносит этого дома. Я пошла на пенсию, я осталась без крыши над головой, где я буду доживать старость. В такой же ситуации оказались еще примерно 20 человек. У застройщиков это Владимир Пивоваров и его гражданская жена Екатерина Синячук, на которой оформлена постройка. Не было разрешения на строительство многоквартирного дома. Документ не выдали, потому что участок был предназначен под индивидуальную постройку. Кроме этого, гостинку построили с грубыми нарушениями. Например, здесь нет благоустроенной прилегающей территории, нет центрального тепла и водоснабжения. Вот, пожалуйста, соседи. У нас окна практически смотрят друг на друга и по пожарной безопасности мы не соответствуем. Пластиковые окна и даже батареи, которые здесь были установлены после того, как здание постановили снести, пропали. Застройщик говорит, что их украли, а пострадавшие уверены. Владимир Пивоваров увез материалы и, возможно, продал. Два года люди ходят по разным инстанциям в прокуратуру, к уполномоченному по правам человека в администрацию. Пока безрезультатно. У меня за это время от вот этих всех переживаний умерла мать. У мужа инсульт. Мать от инсульта и муж инсульт. Потому что постоянно, да? Постоянно вот эти вот нервотрепки. Вот это вот все, вы знаете, очень тяжело. Но мы приезжали, мы постоянно проверяли, думаем, действительно строится или не строится. То крышу сделали, потом окна, затем уже стояли батареи. Мы все это проверяли. Так бы, естественно, мы не дали эти деньги. Пострадавшие в основном люди пожилые. Некоторые покупали комнаты и квартиры для своих детей и внуков. Но подписывая договор, не обратили внимания, что участвуют не в долевом строительстве, а в инвестировании частной индивидуальной постройки. Такой договор не подлежит госрегистрации. А покупателей квартир не защитит закон о долевом строительстве. И более того, застройщики не предприниматели, а физические лица. Как помочь людям в этой ситуации? Ну, наверное, только в суд возвращать свои деньги. Потому что если это физлицо, да, получается у нас, у него есть какое-то имущество. Но перспектива, я вам, как Юрий скажу, неутешительная. В суд пострадавшие обратились с требованием вернуть деньги. И его выиграли. Но на застройщиков никакое имущество не записано. Денег на их счетах нет. За эти два года пострадавшие получили в счет долга смешную сумму – всего около 100 рублей. Эти деньги удалось выручить судебным приставам с конфискованного имущества. Был арестован DVD-плеер. Давать интервью на камеру Владимир Пивоваров отказался. В телефонном разговоре сообщил, денег на устранение нарушения, чтобы узаконить постройку, у него нет и не будет. Средств нет и для того, чтобы рассчитаться с людьми. Хотя уверяет, что некоторым долги он уже вернул. Чтобы расплатиться с остальными, Владимир Пивоваров снова решил заработать на строительстве. Что именно он сейчас строит и где берет на это деньги, мужчина пояснить отказался. Ирина Стругачева, Василий Пронькин, Альфа-Новости.